2 января 2014 года. Астрономы следят за приближением к атмосфере Земли 5-метрового астероида. Небесное тело пропадает на радарах, и ученые сообщают, астероид не долетел до поверхности Земли и разрушился в верхних слоях атмосферы. Казалось бы, болит столь небольшого по космическим меркам размера не должен был взволновать научный мир. Однако ученые уверены, это лишь начало астероидной атаки Земли. Все помнят, как в феврале 2013 года в результате взрыва метеорита над Челябинском пострадало более 1600 человек. Ученые вычислили, что подобные случаи могут повторяться с вероятностью в 10 раз больше, чем считалось ранее. По словам специалистов НАСА, наша планета и вовсе рискует прекратить свое существование через 26 лет. Уничтожить все живое может огромный астероид 2011 AG5, приближающийся к Земле с большой скоростью. Ориентировочная дата конца света – 5 февраля 2040 года. Готов ли мир к подобному происшествию? И сможет ли наша цивилизация пережить апокалипсис? В последнее время все больше очевидцев наблюдают неопознанные летающие объекты. Возможно, это предупреждение человечеству. И нас ждут большие перемены. Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Мельников всегда считал себя скептиком. Но прогулка в парке изменила его убеждение. Причиной этих перемен стал объект, который Дмитрий увидел над деревьями. Похожий на летающую тарелку, казалось, он просвечивал из другого мира. Был одновременно видимым и невидимым. Возможно, объект подобным образом маскировался от людских глаз. То есть, когда я уже стал приближаться, вдруг я еще обнаружил пятерых людей. Ну, как бы, я не знаю, это даже не только люди были, сколько они были, как какие-то силуэты такие. Почему-то какие-то в таком каком-то облачении, что-то типа космонавтов, что-то такое. Но почему-то у них место как бы вот этой скафандра, как типа капюшонов. Дмитрий крикнул странным существам. Но они внезапно исчезли и спарились, оставив после себя странные следы. Как вот заледенение такое, такое, и следы такие вот, как бы вот... Каких-то вот, как вот лап каких-то или что-то такое вот. В этот момент Дмитрий обратил внимание на воду в канале. Поверхность пошла мелкой рябью, словно вибрируя. Причем такая вот, она как бы, это вот неестественная. То есть она какая-то везде и равномерная. То есть она как бы вот, как будто вот ее как-то вот... То есть что-то вот ее такая мелкая, такая, ну, как бы, какое-то, как вот... Такое ощущение, что было какое-то вот... Как излучение. Когда Дмитрий снова оглянулся на таинственный объект, то обнаружил, что тарелка исчезла. Петербуржец вспоминает. Еще долгое время он находился в состоянии шока. Впоследствии он не раз слышал, что другие люди на этом же самом месте также наблюдали подобные явления. Само место, это Новая Голландия, оно вот это место, оно очень необычное. Почему? Потому что оно отделено, оно как какой-то островок такой. Он как искусственный остров, то есть он так вот создавался вот. И здесь вот часто, в общем, встречаются такие вот, как бы, явления мистического такого характера именно. В 2011 году мир облетела новость, которая до сих пор не дает покоя ученым и исследователям. Шведские водолазы наткнулись на странный предмет. На дне Балтийского моря, на глубине 90 метров, система радиолокационного поиска обнаружила загадочный объект в форме круга диаметром около 18 метров. Исследователи изучили таинственное изображение. У них не оставалось сомнений. Лежащий на дне диск имеет неземное происхождение. Помню, как Питт сказал, что мы нашли НЛО. Я посмотрел на картинку и понял, что никогда не видел ничего подобного. Это был поразительный для нас момент. Догадку исследователей подтверждал огромный тормозной след, который тянулся за объектом по морскому дну. В 2012 году команда совершила погружение к странному диску и вначале приняла его за бетонную конструкцию. Но когда один из водолазов решил рассмотреть объект поближе, участники экспедиции были шокированы увиденным. Мы смели песок с объекта и увидели, что у него гладкая черная поверхность. На верхней части объекта находились конструкции, которые выглядели как ходы или стены. Участники команды смогли разглядеть что-то похожее на лестницу. Водолазы также обнаружили отверстие диаметром около 25 сантиметров, ведущее внутрь НЛО. Однако сфотографировать вблизи или снять объект на камеры исследователям не удалось. Перестали работать лампы и другие электроприборы. И мы решили проверить, нет ли каких-то странных сигналов в эфире. И мы нашли сигнал, радиосигнал, который испускал этот объект. Ученые смогли сделать компьютерную модель объекта. Поразило сходство загадочного диска с кораблями пришельцев из фантастических фильмов. Шокировали также и результаты исследования небольшого кусочка объекта, который водолазы откололи во время погружения. Выяснилось, что он состоит из странного материала, похожего на базальт. А его поверхность имеет следы плавления и покрыта сажей от сгоревшего когда-то органического материала. Мы не знаем, что перед нами. Это очень старая штука. И много людей размышляют об этом. Конечно, это может быть НЛО. Еще больше загадок подкидывает озеро Байкал, которое уже давно получило статус аномальной зоны. Мы фиксировали несколько ночей полеты светящихся объектов над Байкалом. Причем один раз удалось заснять это на видео. В других случаях мы видели это визуально, заснять не удалось. Но мы фиксировали приборами повышение электромагнитного фона со стороны Байкала. Озеро Байкал в древних времен считалось местом силы. Много веков ему поклоняются сибирские шаманы. Древняя бурятская легенда повествует, что на дне озера находится таинственный вход в страну умерших. Возможно, оттуда прорывается в наш мир загадочное свечение, о котором рассказывают сотни очевидцев, побывавших на Байкале. Яркий луч света как бы из горы, это шел вверх. Это единым лучом, пучком. И в середине, это в километре примерно от земли, от хребта, крест получался, как бы точка, откуда еще лучи были. Ну вот так вот, один луч вверх, и от него вот параллельно. И на огромном расстоянии световой крест в небе. Там не было ни техники, ничего, это заповедная территория. Уфологи считают, что свечения и странные летающие объекты имеют неземное происхождение. На дне озера может обитать иная цивилизация. С мифическими гигантами столкнулись туристы, которые разбили лагерь на берегу Байкала. Сначала они увидели в воде таинственное свечение. Свечение увеличилось, потом они заметили, что в воде происходит какое-то движение, что словно кто-то плавает. Далее они рассказали, что они увидели фигуры, которые плавали в воде, и они были похожи на таких больших людей, примерно, может быть, 4 метра роста. Одеты были как аквалангисты, как дайверы, но костюмы были необычные. Через какое-то время эти существа, да, они стали как бы выходить из воды. Еще одна аномалия Байкала. Огромные круги во льду диаметром до километра с ровными, будто оплавленными краями каждую зиму появляются на загадочном озере. Есть свидетельства людей, которые, ученые тоже, которые являются наблюдателями метеостанцией, но в частности в узорах, о круглых полыньях с оплавленными краями на льду, которые ежегодно возникают напротив самого глубокого, напротив гаражима, в самом глубоком месте Байкала. Это вот более интересная вещь, потому что там же наблюдается красное освещение. Многочисленные очевидцы рассказывают о миражах. Таинственные объекты геометрической формы возникают над поверхностью Байкала буквально из ниоткуда. Наблюдают на весеннем льду систематически в одном и том же месте мираж, какой-то параллелепипед, который висит над льдом, в то время, когда лед становится уже рыхлым, и туда только на хиосе можно на воздушной батушке пройти. То есть это интересно в том плане, что аналогичный рассказ мне рассказывают из Крестовского, который тоже примерно в том же направлении смотрит, и тоже видит над Байкалом какое-то аномальное атмосферное явление, связанное с проекцией над льдом Байкала крупного объекта, который имеет угловую структуру. На дне озера находится тектонический разлом, и ученые зафиксировали там магнитную аномалию. И даже сравнили Байкал с легендарным Бермудским треугольником. Уже давно обнаружена интересная закономерность между появлением НЛО и резким изменением магнитного поля. Поэтому на дне Байкала вполне может существовать подводная база пришельцев. Байкал из очень слабо. Можно предположить, что да, если есть какие-то представители, и это то место, где можно спрятать хорошо и глубоко базу, которая не будет видимой людям. Ольга Подлушская уверена, легендарное озеро хранит немало тайн. Женщина сама не раз сталкивалась с необъяснимыми явлениями на Байкале. Ольга говорит, даже приборы ведут себя странно в этой зоне. Однажды она с друзьями отдыхала на озере. Гуляя по берегу, Ольга почувствовала, как ее обволакивает невидимое теплое облако. Что-то заставило женщину замереть на месте. Любопытно, что наш водитель, подойдя ко мне, вдруг обратил внимание на то, что навигатор показывал скорость сначала 1,3, потом 1,9 и по нарастающей выше и выше километров в час, при том, что мы стояли на месте. Ольга считает, причина аномалий Байкала в том, что дно самого глубокого в мире озера облюбовали для своей базы пришельцы. Пришельцы регулярно совершают полеты над Байкалом. Женщина вспоминает, что видела, как НЛО вылетал из озера. Мы с биологом-охотоведом выходили из тайги. И со стороны Байкала вверх поднимался большой такой яркий объект. Цветом он был бордово-малиновый такой и по краям золотисто-оранжевый. Мы наблюдали за ним порядка, где-то, наверное, нескольких минут, пока он не растворился в высоте. Так откуда в наш мир приходят существа из других миров? Ведь, по свидетельствам очевидцев, летательные аппараты внеземных гостей появляются буквально из ниоткуда и исчезают в мгновение ока. Можно ли сказать, что они с другой планеты? И да, и нет. Почему? Мир многомерен, многосложен, он вложен друг в друга. Если в нашем трехмерном мире до Альфа-Центавра лететь 4 года с половиной и со скоростью света, то для них это дверь открыть. Они используют другие, так сказать, временные, пространственные измерения, там, какие-то дополнительные и так далее. Они их освоили. Ученые по всему миру давно подбираются к разгадке параллельных миров и находят все больше подтверждений тому, что они существуют. Мы живем лишь в одной из множества параллельных вселенных и мало знаем об окружающих нас измерениях. Мы их не видим. Но то, что современная физическая теория, ей не хватает четырех измерений, то есть трех пространств и времени, это так. Существует очень много физических теорий, для которых нужны уже многие-многие другие физические измерения. На нашей планете могут развиваться несколько цивилизаций. И пришельцы, которых мы наблюдаем, возможно, тоже земляне, но живущие в параллельных мирах. И обогнавшие человечество в развитии на много лет. Мы замечаем их, когда наши вселенные пересекаются. А возможно, наши соседи по планете способны даже путешествовать сквозь измерения. Все понятно в трехмерном мире. А если это частный случай пятимерного мира, в семи или двенадцати, НЛО-посланца вот этого. То есть можно сказать, что с другой планеты, а можно сказать, что и здесь. Разницы никакой. Тем более, как еще Даниил Андреев в своем мистическом, знаменитом романе писал «Роза мира». Даже вот наша планета, которую назвал Шаданакаром. Уподоблена некоему пирогу, у которого много слоев и много секторов. Ученые приводят доказательства существования параллельных вселенных. Они уверены, нас окружают измерения с очень малым масштабом, размером, меньше нескольких сотых миллиметров. Эти измерения свернуты в трубочки. Мы их не чувствуем, потому что живем в макромире. Однако эти микроизмерения влияют на наш мир. Более того, являются источниками всего мироздания. Ученые считают, у всего сущего есть начало в виде неразличимых глазу первичных элементов – струн. Элементарные частицы – это есть некая первичная струна, которая колеблется. Вот колебания – вот это и есть элементарные частицы, которые мы наблюдаем. То есть, как бы струна рождает эти частицы. Так почему мы не видим и не ощущаем параллельные миры? Лишь иногда очевидцы описывают невероятные явления, которые выходят за рамки понимания человеческого разума. Мы не видим истинную картину мира. Существуют диапазоны частот, которые человек просто не может воспринять. В таких ситуациях часто сону бывает. Вдруг тишина абсолютно. Потому что ухо не может воспринимать вот как бы частот немножко другого мира, другого, так сказать, измерения. Жизнь в параллельных мирах недоступна человеческому зрению из-за эффекта Трокслера. Это удивительное свойство человеческого глаза, который на самом деле видит мир не плавной кинолентой с 3D-эффектом, а рваными кусками. Этот феномен можно проверить простым опытом. Перед вами картинка с мигающими фиолетовыми пятнами. Мы попросили испытуемого закрыть один глаз и зафиксировать голову. Открытым глазом необходимо непрерывно смотреть в центр картинки. При соблюдении этих условий фиолетовые пятна исчезнут. Мозг начинает отсеивать неподвижные относительно сетчатки глаза участки изображения и дорисовывает зрительные пробелы. Поэтому мы видим мир таким, каким хотим его видеть, а не таким, каким он является на самом деле. Недавно исследования показали, что мы видим только угол 2 градуса. Все остальное мы подкачиваем из памяти. Мы осмотрели комнату, куда мы вошли, и разглядываем только вот то, что сейчас разглядываем. Все остальное записано в память, и мы этим пользуемся. Там внутренний театр. И существует правило, по которому мы с этим театром взаимодействуем, сохраняя реальность. Как устроен мир, на самом деле тайна, сокрытая от человечества. Единственная неоспоримая реальность – это наше сознание. В мире существует две плоскости бытия. То бытие, которое является материальным, в котором мы присутствуем, наше пространство, наш обычный мир. И другая плоскость, где действуют совершенно другие какие-то нематериальные структуры. В индийской религиозно-философской традиции существовал специальный термин – майя. Древние индийцы считали, что человек является узником в темнице, сооруженной его собственным мышлением, и старались избавиться от этого навождения при помощи различных ритуалов, мантр и духовных практик. Погружаясь в сон, человек также освобождается от таков реальности. На этом уровне сны иногда соединяют нас с сущностями из потустороннего мира. Не просто что-то меняется в наших душах и телах, но происходит связь, которую мы не до конца понимаем. Развитие технологий, глобальная компьютерная сеть, виртуальная реальность. Человечество создало искусственное измерение, иллюзию. Но, возможно, и мы тоже являемся героями некой игры, которой увлечен неведомый пользователь. Например, нас выращивают для экспериментов представители внеземной цивилизации, а планеты – их огромное фермерское хозяйство. Возможно, главным интересом для тайных хозяев являются человеческие души. Поймите правильно, душу, как квантовую структуру, опять-таки, в квантовом исполнении можно сделать с ней что угодно. Ее можно вложить в другого биоробота, ее можно там сжечь в каком-то ускорителе, получить достаточно большую кинетическую, там, магнетическую или квантовую энергию. Поэтому, с этой точки зрения, мы можем быть интересны. То есть, нас могут здесь выращивать, как грибов, для того, чтобы потом использовать совершенно в своих других интересах. Так же, как мы выращиваем стадо коров, овец нам, и потом используем их мясо. Разумеется, человечество не должно знать о своем предназначении. Поэтому все мы погружены в матрицу и смотрим лишь фильм, который нам показывают невидимые хозяева. Мы не знаем практически ничего об истинной картине мира и даже о том, что базы пришельцев находятся у нас буквально под носом. На Луне располагаются основные базы, которые сюда душ людей направляют и отсюда их забирают. То есть, идет какое-то взаимодействие. Поэтому я думаю, что цивилизация искусственно выращена. И этому очень много свидетельств, которые подсказывают то, что здесь даже искусственно выставленная орбита планеты, она совершенно другая. И, возможно, даже Луна, он, это искусственный спутник. Не естественный, там, образовавшийся в рамках чего-то, а искусственный. То есть, это сам огромный космический корабль, который специально был приставлен к Земле для того, чтобы здесь создать определенные условия для существования нас с вами. Возможно, люди догадываются, кто ими управляет. Из века в век менялись обличия этих существ. Но во все времена у них было общее название – темные силы. Бесы, демоны, черти. На протяжении всей человеческой истории эти сущности проникали в наш мир. Жители потустороннего мира зависят от людей, поскольку питаются их энергией. Возможно, и таинственные плазмоиды – это гости из другого измерения. Жительница города Витебска Татьяна Кравчинская на собственном опыте доказала – наши глаза не способны увидеть гостей из параллельных миров. Однако современная техника с легкостью позволяет это сделать. При помощи инфракрасной камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде, женщины регулярно видят странные светящиеся шары, которых привлекает человеческая энергия. Плазмоиды, или черные метки, или белые метки – это шарообразные существа, которые быстро перемещаются, мгновенно прокалывают пространство, появляются и исчезают. Некоторые исследователи считают, что плазмоиды – это единицы общего сознания Вселенной. Основоположник современной космонавтики Константин Эдуардович Циолковский называл плазмоиды представителями солнечной цивилизации. И действительно, астрономы, наблюдающие за Солнцем, не раз замечали огромные вспышки и гигантские объекты, питающиеся энергией от нашего светила. Возможно, плазменные существа являются изначальной формой жизни на Земле. Вообще мир почти весь состоит из плазмы. Это звезды, это Солнце, и вот наша планета – это как бы малая часть Вселенной. Охотник за плазмоидами Роман Русский уже несколько лет занимается исследованиями таинственных шаров. В его коллекции более тысячи фотографий, на которых запечатлены эти загадочные объекты. Каждый день он разыскивает в интернете новые снимки. Далеко не все объекты являются настоящими плазмоидами. Часто люди принимают за них дефекты фототехники, блики солнечного света и обыкновенную пыль. Плазменные объекты – это разумные существа из параллельного мира, и они редко появляются в нашем измерении. Когда встречается, например, наш мир и их мир, они проявляются, но, скорее всего, они живут своей жизнью, мы своей жизнью, то есть мы не соприкасаемся никак. Молодой исследователь считает, что мы являемся для плазмоидов такими же потусторонними существами, как и они для нас. Когда наши миры соприкасаются, мы видим лишь слабые проявления друг друга. Возможно, что в своем измерении плазмоиды выглядят совсем иначе. Остается только догадываться, в каком облике люди появляются в мире этих существ. Их притягивают такие эмоциональные места, так же, как нас, Бермудский треугольник, например, притягивает. Люди изучают его, то есть они, может, также изучают вот эти эмоциональные места, то есть там всплеск энергии, они оп туда, так же для них это аномальные зоны, как и для нас аномальные зоны. Плазменных существ из параллельного мира можно выманить при помощи эмоций. Роман фотографирует все радостные события в своей семье, чтобы пополнить коллекцию новыми снимками иной реальности. Ребенок веселился вот в этой комнате, вот на этом месте, с покупкой ему железной дороги, и, в общем-то, появились круги. Вот эти плазмоиды прямо в ряд они выстроились, то есть вот большой, ведомый, ну, маленький. Во время испытаний новых технологий или военных действий в небе тоже наблюдают плазменные объекты. Американские и английские летчики, совершавшие налеты на Германию во время Второй мировой войны, рассказывали, что в полете их часто преследовали яркие шары. А американские астронавты описывали плазмоиды, сопровождавшие их во время полета на Луну. Это, так скажем, исследовательские корабли квантовых цивилизаций. Долго задерживаются они, опять-таки, на нашей планете не могут по причине пагубного воздействия магнитного поля, потому что магнитное поле Земли на них, очень для них агрессивное, воздействовать на них сложно. То есть они от этого могут, ну, так скажем, помешаться или, ну, грубо говоря, тронуться разумом, я так бы сказал. То есть их квантовая структура нарушается, и, соответственно, они могут погибнуть от этого магнитного поля. Часто плазмоидные объекты появлялись в местах катастрофы. Они зависали над вулканами во время извержения. Были замечены во время цунами в Тайване и Японии. Создавалось впечатление, что неопознанные объекты не только наблюдают за мировыми бедствиями, но и стараются помочь землянам. Или возьмите там эту фукусимскую трагедию и так далее. Они обладают способностью и, так сказать, каким-то образом нейтрализовать, допустим, на какое-то время там радиационные выбросы. Или как над исландским вулканом вулкан притушить. Для них это легко. И это другие разумные силы. Некоторые исследователи считают, что плазменные НЛО могут попадать в наш мир из подземелья. В 1947 году американский контр-адмирал Ричард Бёрд во время экспедиции на Северный полюс передал по рации, что внизу видят не снег и лед, а зеленые леса и загадочных животных. По словам летчика, его самолет случайно попал в тоннель, ведущий внутрь Земли. Странный летательный аппарат при помощи луча взял под контроль машину контр-адмирала и заставил его приземлиться. В своих дневниках Ричард Бёрд описывает, что вступил в контакт с подземными жителями. Их цивилизация намного опередила земную в своем развитии. Питание и энергия в подземном мире добывается буквально из ничего. А дома представляют собой хрустальные башни, излучающие сияние. Вернувшись домой, Бёрд рассказал о таинственном городе. Однако всю информацию о подземном мире засекретили. Проработано и есть четкое доказательство. Четкое доказательство этому, что Земля не имеет ядра. Это факт. Это исследование показывает. Вот. Другое дело, если жизнь внутри Земли, как всем интересно, конечно, я склоняюсь, что существует. Есть еще один факт в пользу теории полой Земли. В 1968 году американский метеорологический спутник Эсса-7 передал на Землю странные снимки Северного полюса. При полном отсутствии облаков в районе полюса видна громадная дыра. Возможно, это и есть та самая дверь в мир плазменных НЛО представителей подземной цивилизации. Насколько известно, значит, из тех схем древних тибетских москриптов в районе Земли, Земля имела два входа. Это четко видно на Северном и Южном полюсе. на Земле встречается и еще один плазменный объект, который представляет загадку для ученых. Шаровая молния. Чаще всего она появляется во время грозы, но может и просто опуститься из облаков или возникнуть неожиданно прямо из воздуха. Ученых больше всего поражает огромное количество энергии, заключенное в шаровой молнии. В Англии один профессор Годлетт как раз дал опору для измерения, какая же энергия заключена в шаровой молнии. Шаровая молния размером с апельсин влетела в бочонок 16-литровой воды и его вскипятила. Из этого следует удивительная величина. в такой шаровой молнии плотность энергии достигает 5 миллионов джоулей на литр. Одна из загадок как шаровая молния существует в течение такого длительного времени. Ведь если внутреннее плазма и нет подпитки энергии извне, то плазма должна моментально распадаться. ученые неоднократно пытались воссоздать шаровую молнию. Но их творения были неустойчивы. Тесла утверждал, что он может делать шаровой молнией. Но, в общем, никаких свидетельств таких научного плана не осталось. и секрет этот или не существовал, или утерян. Сейчас, в принципе, некоторые лаборатории мира умеют воспроизводить шаровые молнии небольшого размера и на небольшое очень время. Загадочный случай произошел в 1978 году с группой, возглавляемой известным советским альпинистом Владимиром Ковуненко в горах Западного Кавказа. В палатку, в которой лежали пять человек, ночью проникла шаровая молния. Огненный шар напал на альпинистов, прожигая спальные мешки и буквально вырывая куски мяса из тел несчастных. Шарик размер стенисный мячик. В таком во взвешенном состоянии, он так как-то вроде плывет, подергивается. Никакой мысли у меня не было, что это за шарик и что он будет с нами делать, конечно, не. а потом началось его вот этого шарика непосредственный контакт с нами, с ребятами. Причем контакт без всякой закономерности. Я услышал крики в одном конце, кричал, закричал парень Олег Коровкин, который лежал на моем месте. Потом, значит, и до меня он добрался. Одного из альпинистов молния убила, другие были сильно изувечены. По словам руководителя группы, казалось, что огненный шар издевается над пострадавшими. Его движения были похожи на действия разумного существа. Она все-таки в плавном, во взвешенном состоянии обходила нас. Она не сразу меня восемь раз со мной законтачила. Она от меня переходила к ребятам, потом опять ко мне возвращалась. Вот такое странное поведение у нее. Люди, сталкивающиеся с шаровой молнией, отмечают, что этот плазменный шар будто предугадывает последующие движения человека, а также откликается на его эмоции. По какой-то хитрой траектории шаровой молнии идет, на ее пути, если встречается человек, она огибает человека и летит дальше по этой траектории. Еще несколько есть свидетельств, показания очевидцев, которые показывают, что шаровая молния начинает по-другому себя вести, то есть какие-то колебания, вибрации, если человек волнуется. Или если он делает какие-то движения, или он, допустим, от них бежит, шарахается, делает какие-то резкие движения, машет руками, что-то еще, шарова молния на это реагирует. Большинство очевидцев описывает шаровую молнию как разумное существо. Некоторые люди, столкнувшиеся с ней, впоследствии обретали паранормальные способности. В генной памяти каждого человека все-таки заложена мысль о том, что этих молний бояться не надо. И, в принципе, наверное, с ними можно работать именно мысленным контактом. То есть свидетельских показаний о том, что входит человек в контакт с шаровыми молнией несколько есть. Наши предки умели общаться с шаровыми молниями и знали технику безопасности при встрече с этими существами. Специалисты считают, что описываемый в Библии ковчег завета был внеземного происхождения и являлся генератором плазмы. его функция заключалась в распространении энергии. Впоследствии Аарон, брат Моисея, даже создал специальный орден священников левитов. И лишь они имели право приближаться к ковчегу специальных костюмов в перчатках и защитных передниках. Скорее всего, легендарный ковчег завета являлся уменьшенной копией ядерного реактора. Не случайно у всех, кто близко подходил к таинственному предмету, впоследствии обнаруживались симптомы отравления плутония. В эфиопской книге Кебран и Гаст описывается, чем заплатили африканские воины за кражу ковчега у сына царя Соломон. Тысячи солдат, принимавших участие в транспортировке, погибли после контакта с инопланетным артефактом. Победители захватили его в качестве трофея. И все они вскоре заболели. У них появились нарывы на лице, ногти отпали, выпали волосы. Сегодня мы бы сказали, что все это симптомы радиоактивного облучения. Многие уфологи считают, что НЛО имеет такую же плазменную природу, как и шаровые молнии. Этим можно объяснить изменение формы летающих объектов, их свечение и невероятную скорость. Я полагаю, что есть связь, есть. То есть это какая-то тоже субстанция плазмы, может быть, не такая высокоэнергетическая. изобретатель Валентин Шароносов уверен, природу шаровой молнии можно объяснить резонансными колебаниями. По словам ученого, все в мире находится в постоянной вибрации. Сам человек тоже является сложнейшей резонансной системой. Поэтому резонанс это глобальное явление и самое удивительное, что все живое неживое живет именно в резонансе. Потому что резонанс наиболее энергетически выгодный состояние. Много забирает, мало отдает. Плазменные образования встречаются не только в воздухе. Их можно создать буквально в стакане воды. Возможности шаровых молний необходимо изучать. Ведь полученные технологии помогут изобрести новые виды топлива. Просоздавать шарики шаровой молнии, причем размеры самые различные в зависимости от резонансной моды, энергетик очень колоссальный. То есть можно создавать закачивание мега-джоли, киллджоли и так далее. И самое интересное оказалось, что внутри шаровой молнии существуют гигантские магнитные поля. Уфологи считают, что шаровые молнии являются представителями иной цивилизации, соседствующей с нами на Земле. Ведь человечество не единственная разумная форма жизни на нашей планете. Ученые, наблюдающие за пчелами и муравьями пришли к выводу, что эти насекомые имеют коллективный разум и мышление. Вот это вот разграничение коллективного такого разума и мышления, оно как раз и не дает нам понять, вот что происходит в той цивилизации. И поэтому мы говорим на разных языках, существуем на разных диапазонах, и вот это понимание других цивилизаций, но оно невозможно или возможно если мы сами станем муравьем или пчелой. То есть это совершенно другое мышление, другое восприятие реальности и совершенно другая особь. Подобно человеческому обществу, у пчел и муравьев существует своя четкая иерархия. Поведение этих насекомых подчиняется сложным законам. Например, у муравьев есть королева, аристократия, придворные, солдаты, и рабочие. Когда мы начинаем вторжение в муравьиной улей, то нам кажется, что муравьи как-то хаотично начинают двигаться. На самом деле у Низахи по этому случаю есть четкое распределение обязанностей. Кто из них должен заниматься сохранением главной королевы, кто должен идти защищать, кто должен охранять склады, помещения. То есть такая интересная структура. Муравьи, как и люди, имеют свои фермерские хозяйства, выращивают в подземных теплицах грибы и пасут тлей. В муравьиных сообществах, так же, как и у человечества, существуют войны, грабежи и предательства. Пчелы ведут тоже социальную жизнь и общаются при помощи сигнальных движений. Ученые заметили, что пчелы могут влиять на силы природы. По старину люди по углам своего участка, вот дача, ну, деревни, они ставили ульи, пчел. То есть получается четыре улья вот так по периметру. И очень много было вот таких случаев, когда, например, происходил большой пожар в деревнях. И вот этот участок, который был обставлен пчелами, его вот природные катаклизмы обходили. Существует еще одна загадочная форма жизни. Она свободно перемещается в космосе и посещает нашу планету. Вирусы. Они выдерживают радиацию, крайне низкие температуры и способны впадать в спячку, чтобы без ущерба перенести путешествие в суровом космическом пространстве. Инопланетные вирусы могут прилететь на Землю на астероиде. Французские вирусологи выявили огромный вирус, который не соответствует ни одному вирусу, присутствующему на Земле. Этот вирус назвали Пандора, причем по всем показателям этот вирус где-то имеет всего лишь 6% земного происхождения, а 94% инопланетного. Как попал этот вирус? Ну, скорее всего, попал он так же, то есть, поскольку часть метеоритов падает на дно океанов, и именно там они могут, соответственно, раствориться, то есть, при наличии той среды, которая существует, этот вирус может выйти на глубине океанов, соответственно, амебы, они подхватили этот вирус и являются его переносчиками. Ученые установили, что заточенные в стекле или камни вирусы и бактерии существуют миллионы лет, и однажды, проснувшись, могут полностью уничтожить все биологические виды, в том числе и человека. Возможно, подобное уже не раз происходило на Земле. История Земли, она многопланетная. История жизни многопланетная. И то, что мы видели якобы вымирание динозавров, других существ, а этих вымираний было множество, не только динозавров, и до динозавров было вымирание. Но история повторяется снова и снова. Вселенная является неким информационным полем, которое, подобно гигантскому компьютеру, раз за разом моделирует новые формы жизни. Даже после гибели цивилизации вся информация о ней сохраняется. Наши предки называли это состояние колесом сансары. Смерть это консервация информации, не более того. Расщепление материи это переход качества в количество. Но наступает момент, и количество переходит в качество. И снова повторяется. Вот мы-то знаем все, что история повторяется. Ну, а где хранится этот диск, где хранится этот алгоритм, на чем он записан, кто носитель этого. Вся окружающая среда, в том числе мы, наши гены, а когда мы распадаемся, наша информационная матрица является носителем всей истории. Поэтому повторяются события. Ученые сходятся во мнении, что единицей бытия является плазма. Ведь с точки зрения современной физики, первоначально Вселенная представляла собой плазменный суп, из которого после Большого взрыва сконденсировались туманности, звезды и планеты. Уникальные эксперименты в космосе с плазмой поразили ученых. Завихрения плазмы в точности повторяли завихрения нашей галактики. А охлажденная плазма образовывала точную копию строения ДНК. В древних описаниях Бог и ангелы часто представали перед людьми в образе плазменных шаров. Свечение всегда сопровождало высших существ. Формула достаточно простая. Нимпа почему свечение показано? Потому что сегодня душа покрыта телом. По второму пришествию тело будет покрыто душой. Наша душа является плазменной формой жизни. Покидая физическую оболочку, она переходит на новый уровень существования, где нет границ в пространстве, где нет прошлого, настоящего и будущего. ученые неоднократно пытались изучить природу души. Ее даже удалось запечатлеть на фотопленку. Известные опыты, кирлянный эффект, это уже старые, собственно говоря, наработки, которым человечество имеет сегодня свободный доступ в виде каких-то картинок, в виде изображений, в виде, опять-таки, пространственных воспроизведений, пространственного контакта души с невещественным миром. Чем больше человек пытается узнать о том, что находится за гранью нашего измерения, тем труднее становится ему расшифровать тайну Вселенной. Разум ограничен рамками пространства и времени. Возможно, наша душа, покинув земное тело, сможет познать больше. Давайте вспомним классический пример, очень четкий для современного рационального человека. Доктор Фауст, историческая личность в Европе, говорит Мефистофелем, открой мне законы мироздания. Мефистофель говорит, я тебе открою законы мироздания. А сможешь ли ты их понять? Кто знает, может конец света, которого так боится человечество, всего лишь неизбежная точка перехода к новой форме существования. И мы не первые. Пришельцы из параллельных миров уже совершили этот эволюционный скачок. Мефистофель